ПРОДУГМЕНИЕ Я ничё не закалывал. А что это? АААААААМ! ААААААААААААААААААААААААААА cámara Это AMDARY nine нана! Охурненная неожиданность от компании AMD за последнее время. Чем неожиданность? Да потому что у неё не супер высокия температур, а она очень мощная и офигенно маленькая. А теперь поподробнее. Внутри этой видеокарты стоит новый графический чип, созданный на архитектуре Fiji. Частота его всего лишь 1 ГГц, и это совсем немного по сравнению с другими видеокартами, но частоту специально опустили для того, чтобы видеокарта не перегревалась и совершенно нормально работала. Память в этой видеокарте тоже необычная, HBM, частота 500 МГц, а шина доступа аж 4096 бит, она колоссально огромная. Практически чисто за счет такой огромной шины есть возможность использовать эту видеокарту для игр в 4К разрешении, но на самом деле из-за слишком низкой частоты обработки данных, то есть графического чипа, не получается рендере 4К видео, а вот QHD легко. В данный момент Battlefield у меня запущен на Full HD разрешении и на ультра настройках. Разрешение 100% и угол обзора везде 90 градусов, так больше объектов нужно прорисовывать и в принципе мне так комфортнее играть. Так вот, видеокарта выдала на таких настройках 105 FPS, это в среднем на 3-4 картах, уже точно не помню сколько я прогонял, но много. В данный момент, как видите, 91-92, результат очень хороший, а после 4 часов игры в этот самый Battlefield, видеокарта прогелась всего лишь до 75 градусов, а охлаждение это очень-очень маленькое. Ведьмак идёт просто царский, снова-таки Full HD разрешение, всё на самых высоких настройках и даже вручную подкрутил всё что можно, получается 55 кадров в секунду и это снова-таки в среднем, то есть есть немного больше, есть немного меньше, всё зависит от количества объектов на экране, но в целом играть крайне комфортно, грубо говоря 60 FPS и песня, вот вы посмотрите на это. Внезапно в CS GO карточка выдаёт очень много FPS, это аж 265 и это только в среднем, настройки полностью все на максимуме, Full HD разрешение, причём включены все сглаживания и вообще всё что только можно, это означает, что если выключить сглаживание, которое в CS GO вообще не нужно, то будет вообще около 300 кадров в секунду. В общем видеокарта выдаёт самые высокие результаты, офигенно высокие, которые даже лучше чем GTX 970, у меня недавно было на обзоре ASUS GTX 970 Direct Q mini, видеокарта точно такого же маленького формата, так что интересно, эта видеокарта мощней, чем та видеокарта от ASUS. Кристалл здесь просто огромный, вместе со всей этой площадкой занимает очень много площади. Для этого кристалла нужно действительно очень мощное охлаждение, здесь настолько мощного как хотелось бы нет, но было бы настолько мощное охлаждение как хочется, то видеокарта была бы огромной и уже не влезла бы в мини ITX корпус. Так вот, в самой системе охлаждения есть всего лишь один 90-миллиметровый вентилятор с совершенно обычной крыльчаткой, испарительная камера и есть даже система охлаждения VRM-сборок. На плате хоть и много конденсаторов, но фаз питания здесь всего лишь шесть. Четыре фазы питает сам графический чип, одна фаза питает память и одна фаза питает все остальные элементы. Этого в принципе достаточно, но я бы уже, честно говоря, не разгонял, тем более с таким-то охлаждением. И пока я собираю видеокарту, хочется еще рассказать пару моментов. Во-первых, на самой видеокарте неожиданно есть переключатель биосов, вот он находится сверху, один биос и второй биос. Это сделано для тех, кто все-таки решится ее разгонять. Напортачили с разгоном видеокарты, прошили плохой биос, ничего страшного, можно будет переключиться на другой. Саму видеокарту невольно сравниваешь с GTX 970, да в принципе это объяснимо, потому что у GTX 970 есть видеокарты точно такого же формата, да и результаты у них очень похожие. Так вот, если сравнивать их и дальше, то по температурам да, они все еще похожи. Но здесь есть одно но. Эта видеокарта, то есть AMD Radeon R9 Nano, она стоит 650 долларов. Для примера, GTX 970 стоит 300 долларов, разница огромная, больше чем в два раза. Но для кого-то может быть преимуществом то, что это все-таки видеокарта от AMD, то есть для фанатов компании AMD это во-первых. Во-вторых, преимущество однозначно в том, что она действительно мощнее, чем 970-я. AMD R9 Nano будет продаваться и уже в принципе продается только в референсном дизайне. То есть, выглядеть она будет точно так же, у нее будет точно такое же охлаждение, будут те же самые частоты, температуры, все будет то же самое, но на самой плате может быть написано Asus, MSI, Gigabyte и там кто захочет ее сделать. Несмотря на то, что у видеокарты целых два биоса, я ее не разгонял по трем причинам. Первая – это температуры. Видеокарта разогрелась до 75 градусов во время игры в Battlefield и это было в открытом корпусе, то есть в закрытом корпусе температуры будут еще выше. Вторая причина – это достаточно слабая система питания, которой реально не хватило бы для такой видеокарты. То есть, во-первых, она горячая, не самое лучшее охлаждение, во-вторых, у нее не самое лучшее питание, а третья причина – очень проста. Если бы я разогнал видеокарту, допустим, на 300 МГц, то это никак не означает, что она и у вас разогналась бы тоже на 300 МГц. Она у вас могла бы разогнаться всего лишь на 24 МГц, а вы бы потом пришли ко мне в комментарии и начали бы рассказывать, что фу, почему ты не показываешь как ты разгоняешь, у меня не получилось и так далее. То, что я сказал, что охлаждение здесь не очень хорошее, это не значит, что сама видеокарта плохая, она офигенная. Она самая мощная из того, что можно найти для супермаленьких корпусов, то есть для корпусов под мини ITX платы. Повторюсь, она самая мощная, она не самая горячая, если сделать правильное охлаждение внутри корпуса, то можно выдержать все те же 75 градусов и потом ее даже может быть немножко разогнать. Я сказал, что плохое охлаждение только потому, что его больше здесь некуда всунуть, то есть вот это вот все ограничения по физическим размерам охлаждения, чтобы охлаждение было лучше, его нужно сделать больше, а невозможно. То есть такова задумка самой видеокарты, быть чуть ли не самой маленькой в мире, но при этом быть самой мощной при ее-то размерах. И AMD это реально удалось. Сами видеокарты AMD у меня на тестах бывают очень-очень редко. Все потому, что лично для меня, честно говоря, они не так интересны, как Nvidia, но вот это настоящий огонь. Если вы осилите все 650 долларов, которые она стоит, то мое вам почтение. А теперь по стандарту. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и смотрите другие наши обзоры и тогда вы будете подписчиком нашего канала, вы поставите нам лайк и узнаете новую информацию из наших обзоров. Меня зовут Рудей, всем пока и мы с вами еще обязательно увидимся.